Добрый день! С вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Это вторая часть мастер-класса по вязанию магнитика бычка. В прошлый раз мы с вами сделали основу для магнита тельца бычка, а сегодня свяжем все остальные детали. Сначала займемся мордочкой, берем пряжу белого цвета и набираем 11 воздушных петелек, предварительно сделав узелок. 1, 2, 3, 11. Получилась цепочка из 11 воздушных петелек. Далее вяжем первый ряд и начиная со второй воздушной петли от крючка провязываем сначала 9 столбиков без накида. Далее в последнюю 11 воздушную петлю вяжем сразу 3 столбика без накида. переходим на другую сторону и вяжем 8 столбиков без накида. Ну и во вторую воздушную петлю провязываем сразу 2 столбика без накида или делаем прибавку. Вот мы связали первый ряд. В нем у нас должно было получиться 22 столбика без накида. Теперь берем нить контрастного цвета и прокладываем ее. Дальше вяжем второй ряд. По схеме 1 прибавка, 8 столбиков без накида, 3 прибавки подряд, 8 столбиков без накида и 2 прибавки. Вяжем сначала 1 прибавку. Затем 8 столбиков без накида. Затем 8 столбиков без накида. Теперь делаем 3 прибавки подряд. 8 столбиков без накида. И 2 прибавки подряд. В этом ряду у нас должно было получиться 28 столбиков без накида. Вяжем последний, третий ряд. Все петли делаем только за задние полупетли. Каждая петля имеет две стенки. Переднюю, та что ближе к нам, и заднюю, та что подальше от нас. Так вот в этом ряду все столбики без накида делаем только за задние полупетли. Сначала вяжем 1 убавку. Дальше 3 столбика без накида. Теперь 1 убавку. Опять 3 столбика без накида. Потом 3 убавки подряд. 3 столбика без накида. Убавка. 3 столбика без накида. И 2 убавки подряд. Вот мы связали мордочку. Дальше обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания этой детали к игрушке. Вытягиваем нить. Вытягиваем нить. И вынимаем нить контрастного цвета. Ну и сразу давайте пришьем ноздри. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ноздри пришиты. Набивать деталь наполнителем будем в процессе пришивания ее к телу. Дальше займемся рогами. Один я уже подготовила. Вот такой он, белого цвета, немного изогнутый. Свяжем второй рог вместе. Берем пряжу белого цвета и вяжем первый ряд 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем 1 воздушную петлю и провязываем в кольцо 4 столбика без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд. 4 столбика без накида подряд. Делаем это так, чтобы сразу вывернуть деталь. Третий ряд. Одна прибавка, а затем 3 столбика без накида. Четвертый ряд. Одна прибавка, а затем 4 столбика без накида. 5 столбика без накида. Теперь давайте спрячем хвостик от кольца амигуруми внутрь детали. Шестой ряд вяжем по схеме. Одна прибавка, 2 столбика без накида. Одна убавка, 2 столбика без накида. И последний седьмой ряд. Вяжем точно так же. Одна прибавка, 2 столбика без накида. Одна убавка, 2 столбика без накида. В конце делаем 1 соединительный столбик. И заканчиваем вязание. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания детали к голове. Вытягиваем хвостик и вынимаем нить контрастного цвета. Теперь набьем деталь наполнителем. Все, рог готов. Теперь у нас есть 2 таких детали. Дальше займемся ушками. Одно я тоже подготовила заранее. Вот так оно выглядит. Маленькое ушко, заостренное у основания. Свяжем второе ушко вместе. Берем пряжу коричневого цвета и оставив небольшой хвостик, сделаем узелок. Дальше наберем 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь, начиная с третьей воздушной петли от крючка, провязываем сначала 2 столбика с одним накидом. Затем 2 столбика без накида. И в последнюю воздушную петлю 1 соединительный столбик. Дальше набираем 2 воздушные петельки. 1, 2, и опять в последнюю воздушную петлю 1 соединительный столбик. Мы перешли на другую сторону воздушной цепочки. Дальше по ней провязываем 2 столбика без накида. И 2 столбика с одним накидом. Ну и в конце делаем 1 соединительный столбик. Вот сюда. Все, связали ушко. Обрезаем ниточку, оставив небольшой хвостик. Вытягиваем. И теперь вот эту ниточку нам надо вывести к первоначальному хвостику. Делаем это с помощью иглы. Вводим иглу в деталь. И пропускаем ее сквозь воздушные петельки по середине детали. Вот так мы связали второе ушко. Два хвостика оставляем. Они нам пригодятся для пришивания этих деталей к игрушке. Вот два наших ушка готовых. Пришло время заняться ручками. Вот такие маленькие ручки вяжутся очень просто и быстро. Свяжем вторую ручку вместе. Берем опять пряжу коричневого цвета и оставив небольшой хвостик, сделаем узелочек. Далее наберем 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Получилась цепочка из 7 воздушных петелек. Дальше, начиная со второй воздушной петли от крючка, провязываем 6 соединительных столбиков. Все, обрезаем ниточку, оставляя хвостик. Ручка готова. В этом случае тоже два хвостика оставляем. Они нам пригодятся для присоединения ручек к телу игрушки. Вот наши две ручки. Ну и осталось нам связать только хвостик. Для этого опять оставив ниточку, делаем узелок. И набираем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Дальше, начиная со второй воздушной петли от крючка, провязываем 3 соединительных столбика. Все обрезаем, тоже оставив небольшой хвостик. Вот что получилось. Дальше, нарезаем 3 кусочка коричневой пряжи длиной примерно по 6 сантиметров. И каждые из них вставляем в кончик хвостика с помощью крючка. Продолжение следует... Вот мы вставили три наших ниточки, теперь необходимо каждую из них закрепить, сделав узелок. Ну и теперь одной ниточкой необходимо перевязать все остальные по основанию. Вот что получилось. Далее подрежем покороче. И с помощью иглы надо расщепить каждую ниточку. Хвостик получился длинноват, давайте его еще чуть-чуть подрежем. Вот такой маленький хвостик метелкой у нас получился. Таким образом у нас с вами есть все детали для будущего магнитика бычка. Тело, рожки, ушки, ручки, хвостик, мордочка и глазки и бусинки. На сегодня это все. Ну а в следующий раз я вам покажу, как сделать окончательную сборку игрушки и сшить все детали вместе. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Бежите с удовольствием. До новых встреч! До новых встреч!